Итак, ребята, всем снова привет! И в данном видео мы с вами опять-таки говорим о проекте Криос. В данном случае разберем часто задаваемые вопросы, которые касаются данного проекта. Так вот, начинаем, как говорится, по порядку. Что такое Криос? Первый момент. Так вот, Криос – это децентрализованная платформа партнерской сети и управление компаниями. Она основана в современных технологиях, чтобы помочь связать предприятия, которые ищут рекламные аффилированные услуги с влиятельными лицами и профессионалами, которые как раз-таки в свою очередь имеют соответствующие демографии и предлагают, естественно, соответствующие услуги. Следующий вопрос. Что такое Криос Коин? Так вот, Криос Коин является стандартным маркером со стандартом, как раз-таки, ERC-20. Он сделан на технологии Ethereum и, естественно, на блокчейне данной платформы. То есть можно хранить его на кошельке, допустим, Metamask либо Mather Wallet. Также токен Кри предоставляет пользователям доступ к экосистеме в сети Криос и обеспечивает при этом безопасный, частый децентрализованный метод подтверждения и, причем, еще и проведение транзакций в сети. Добавлю, что Криос Коин – это токен утилиты, то есть его можно применять в качестве единицы учета между рекламодателями, издателями, также создателями контента и предприятиями на новой платформе для цифровой рекламы и сервисов на базе блокчейна. Следующий вопрос – какой, в общем-то, кошелек можно использовать? Ну, я тоже сказал, что поскольку это токен ERC-20, то, соответственно, это любой кошелек, который поддерживает данный стандарт, то есть любой кошелек эфира, допустим, Mather Wallet либо Metamask. То есть важно, что вы не можете использовать, допустим, кошелек, который находится на бирже, где у вас есть эфир, например. Следующий момент – сколько стоит Криос, когда доступны для покупки. Так вот, Криос уже не продается, ну и цена, мы это обсуждали в прошлом видео, была в конце ICO на 12 долларов США за один токен. Следующий вопрос – как они собираются использовать доходы предпродажи и от основного этапа токен сейла? Так вот, Криос будет использовать средства, которые не получили от предпродажи и от ICO, для того, чтобы завершить разработку платформы Криос, чтобы расширять команду, компенсацию средников делать, и также нынешних членов команды и запускать платформу по всему миру. Также добавлю, что часть бюджета будет предназначена для рекламных акций. Следующий вопрос – сколько существует Криос Коинс? Так вот, 650 миллионов токенов Криос создано во время крастыки первичного предложения монет, и, в общем-то, больше их не будет выпущено, и все монеты, которые не поданы на этапе ICO, будут уничтожены. Также добавлю, что 150 миллионов монет Криоса, резюмимые для участников команды, также для разработчиков проекта, для его учителей, для участников компании и также для баунти. То есть баунти – это продвижение данного проекта. Ну что ж, это были ответы на все вопросы, которые касаются проекта Криос. Надеюсь, что теперь вам стали ясными все моменты, которые, в общем-то, ранее вы, возможно, не совсем понимали. Ну что ж, тогда я завершаю цикл обзоров на данную платформу. Если у вас проект заинтересовал, тогда переходите. Ссылку на Криос я оставлю в описании к этому ролику. Тогда всем спасибо за его просмотр и всем счастливо и до встречи уже в новых моих криптовалютных обзорах.